Жизнь и сахар говорим мы, сетую на какие-то трудности и при этом подразумеваем, что любой сахар это благо. С нами, конечно же, не согласятся врачи. Болезнь, вызванная избытком сахара в организме, стала буквально бечом последних лет. О сахарном диабете в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Галина Середина, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением больницы Середавина. Добро пожаловать и вручаю зрительскую трубку в ваши руки. Добрый день. Добрый день. Галина Ивановна, болезнь не сладкая, хотя именно так мы и назвали сегодняшнюю программу. Хотелось бы об этом поговорить. И прежде всего, наверное, стоит понять, что такое сахарный диабет. Это же не вот тебе съел конфету и заболел. Безусловно, да. Сахарный диабет достаточно сложное заболевание. Оно, как всем известно, сопровождается гипергликемией. Но если смотреть с точки зрения врача, то заболевание сахарный диабет связано с тем, что в человеческом организме либо не вырабатывается инсулин, то есть недостаток его, либо инсулин вырабатывается, но не может правильно воздействовать на ткани. В результате этого нарушаются абсолютно все виды обмена, в первую очередь углеводный обмен. Параллельно изменяется белковый, липидный обмен, гомеостаз. То есть заболевание достаточно сложное, как я сказала, и сопровождается не только повышенным уровнем гликемии, то есть сахара в крови, но, к сожалению, и нарушениями обмена веществ в организме. Если вы только что подключились к нам, у нас сегодня в студии Галина Серезина, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением больницы Середавина, 202-11-22. Это телефон, по которому можно позвонить к нам в студию. Звонок у нас уже есть. Давайте в самом начале разговора уже начнем отвечать на вопросы. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мне постоянно мерзнут ноги, особенно ночью. Мне сказали, что это признак диабета. Что мне делать? Да, спасибо за вопрос. Вот видите, уже зрители беспокоятся на самом деле, хотя мы еще о признаках с вами не начали даже говорить. Я могу ответить на этот вопрос таким образом. Мерзнут ноги. Причин для этого симптома достаточно много. Это может быть нарушение кровоснабжения, то есть поражение артерий, что вызывает нарушение микроциркуляции и чувство зябкости. Однако при сахарном диабете этот симптом тоже достаточно часто встречается. И даже зачастую не связан с тем, что идет нарушение кровообращения, а связан с тем, что идет нарушение передачи нервного импульса. И, к сожалению, многие наши больные жалуются не только на зябкость в ногах, но на ползание мурашек, на какой-то дискомфорт в области стоп, на болевой синдром в конечном итоге. Поэтому в этой ситуации, о которой спрашивает телезрительница, я полагаю, что в первую очередь, конечно, нужно проверить сахар крови, то есть глюкозу крови. То есть в первую очередь есть анализ крови на глюкозу. А потом уже, если анализ будет нормальный, то, наверное, имеет смысл провести более глубокое обследование. Ну, раз уже мы начали об этом говорить, может быть, тогда сейчас сразу расскажем, какие признаки должны насторожить человека, для того, чтобы он, ну, это послужило толчком, пойти и проверить, все ли в порядке с сахаром. Ввиду распространенности заболевания сахарных диабет, основные клинические симптомы, они на сегодняшний день практически всем и знакомы. Я просто их повторю. То есть пациентов с сахарным диабетом обеспокоит сухость во рту, повышенность жажда, учащенные безболезненные мочи спускания. Могут быть изменения массы тела. То есть, например, для первого типа очень характерна потеря массы тела, а для второго типа сахарного диабета зачастую масса тела не теряется, а иногда даже набирается. Ну, хотя существуют лица больные в процентах, наверное, 15 случаев, может быть, 20, когда дебют даже сахарного диабета второго типа сопровождается значительной потерей массы тела. Такое тоже есть. Но, во всяком случае, колебания значительной массы тела без видимой какой-то причины должны насторожить любого человека в плане того, что нет ли у него дебюта сахарного диабета. Далее симптоматика, которая характерна для пациентов с сахарным диабетом, это при наличии каких-то, например, ран на коже, которые возникли при незначительной травме, очень плохая заживляемость. То есть человек может четко сказать, что много лет назад у меня после возникновения царапины заживление происходило через 2-3 дня, а при наличии сахарного диабета, особенно скрытой формы, когда человек не лечится, процесс заживления занимает большой промежуток времени, затягивается на неделю. Кроме того, с симптомом сахарного диабета, как это ни странно прозвучит, иногда бывают нарушения со стороны зрения. То есть человек как бы плохо видит. Хотя в случае обращения к окулисту этот факт не всегда подтверждается. То есть приходящее снижение страты зрения. Ну и такая общая симптоматика, которая характерна для любого хронического заболевания, к которому относится, собственно, и сахарный диабет. Это слабость, утомляемость, снижение работоспособности. Такие симптомы. — Галина Ивановна, а вообще как много населения и региона у нас с сахарным диабетом? — Тоже вынуждена произнести слово «к сожалению», их достаточно много. То есть те статистические данные, которыми я на сегодняшний день располагаю, в общей сложности на окончании 2019 года в Самарской области было зарегистрировано более 116 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Идет ежегодный прирост этих пациентов. И, естественно, прирост пациентов с сахарным диабетом идет преимущественно за счет пациентов с сахарным диабетом второго типа. То есть так называемый сахарный диабет у взрослых. — Ну тогда, может быть, сразу что это за тип такой второй и первый? — И первый. Сахарный диабет первого типа — это инсулинозависимый сахарный диабет. — Тяжелее какой? Первый или второй? — Сложно сказать. Основное различие в том, что сахарный диабет первого типа — это то заболевание, при котором у человека возникает пожизненная необходимость в обведении инсулина. А сахарный диабет второго типа, его лечение начинается как бы с таблетированных препаратов, а в дальнейшем, в зависимости от того, каков контроль в гликемии, возможно и требуется назначение инсулина. Вот таким образом я чаще всего отвечаю пациентам, которые задают мне вопрос, как врачу-эндокринологу, а у меня не первый тип. В том случае, когда пациенту с сахарным диабетом второго типа мы назначаем инсулин врача-эндокринологи. Почему-то многие считают, что, из наших пациентов я имею в виду, что в случае, если врач назначил инсулин, то сахарный диабет второго типа плавно перешел в сахарный диабет первого типа. Однако такого не случается. Почему? Потому что патогенетические возникновения сахарного диабета первого типа и второго оно абсолютно различное. При сахарном диабете первого типа возникает аутоиммунная агрессия к клеткам поджелудочной железы, к бета-клеткам поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. И сам по себе дебют сахарного диабета первого типа происходит только в том случае, когда наступает гибель бета-клеток примерно в 75-80%. То есть субстрата, который вырабатывает инсулин у пациентов с сахарным диабетом первого типа, просто нет. А сахарный диабет второго типа, он возникает в том случае, когда бета-клетки поджелудочной железы вырабатывают инсулин в достаточном количестве, но нарушено проникновение собственного инсулина в собственные клетки. То есть возникает своего рода замок, как говорят пациенты. Вот они же начитаны на сегодняшний день. И блокируется передача инсулина в клетку. То есть в крови инсулина у пациентов с сахарным диабетом второго типа достаточно, но поступить в клетку ввиду разных метаболических изменений, которые возникают при сахарном диабете второго типа, этот инсулин не может, а следовательно, он не может регулировать обмен углеводов и развиваться гипергликемией. Давайте послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А у меня такой вопрос. А правда, что стресс приводит к изменению сахаров в крови? Получается, вот сегодня в таких стрессовых ситуациях у всех нас есть риск заболеть диабетом? Да, спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос и очень дискутабельный. Он достаточно часто звучит. Проводились исследования британские и американские по этому поводу. Действительно ли в случае стресса имеет место повышение уровня глюкозы? Вот эти исследования, они на сегодняшний день еще не завершены. Исследовался уровень кортизола, который называется гормоном стресса. Я полагаю, многим тоже это знакомо и нашим телезрителям. И оценивался уровень гликемии в зависимости от того, нормальный уровень кортизола, либо он повышается при той или иной ситуации. Так вот, эти исследования, которые были проведены, и еще раз говорю, что они полностью не закончены. То есть вывод делать рано, когда будет обработан весь информационный и собранный в этом исследовании материал, тогда можно будет сделать выводы для здоровых людей. А вот в отношении пациентов с сахарным диабетом второго типа, в этом исследовании доказано, что в случае стрессовой ситуации, да, уровень гликемии может повышаться. Я так понимаю, что вопрос еще и в том, что нельзя ли посредством стресса приобрести нам сахарный диабет? То есть вот мы все время нервничаем. Может ли это привести к началу болезни? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет все-таки. Спасибо, доктор. Вы просто успокоили. Галина Ивановна, мы говорим сейчас инсулин, бета-клетки, поджелудочная железа, гликемия. Наверное, тем, кто никогда не соприкасался с этой болезнью, это все не очень понятно. Может быть, можно объяснить, а в чем вот главная опасность болезни? Что вот у тебя сахарный диабет, ну хорошо, ну живешь, принимаешь инсулин или какие-то препараты. В чем главная опасность его? Вообще, сахарный диабет, я еще раз повторюсь, он не только сопровождается гипергликемией, то есть повышением уровня глюкозы в крови. А само вот это повышение уровня гликемии, которое хроническое у наших пациентов с диабетом, оно запускает в нашем человеческом организме ряд метаболических изменений. То есть происходит обмен веществ в организме, идет не совсем физиологичным путем. В результате этого нарушается проницаемость сосудистой стенки в первую очередь, гликирование, процесс гликирования, извините за термин, тоже нарушен. Нет, не извиняем, объясняйте нам, чтобы вы понимали. Изменяется гликоген, образующая функция печени, то есть там, где это тот процесс, когда поступившая в организм глюкоза откладывается в печени в виде такого субстрата, если можно так выразиться, под названием гликоген. То есть очень много метаболических изменений происходит. На основании этих метаболических изменений, к сожалению, у наших пациентов развивается достаточно много осложнений. И как бы вот цифра уровня гликемии, уровня глюкозы, которую пациент видит, предположим, на своем глюкометре, она его не настораживает в том плане, ну, я же себя неплохо чувствую, несмотря на то, что у меня утром глюкоза 8. Это, значит, для меня норма, потому что я особых-то жалоб не предъявляю. Но, к сожалению, это не так, потому что на фоне хронической гипергликемии запускаются вот эти метаболические процессы и формируются осложнения. Осложнения какие при сахарном диабете? Это поражение сосудов в глаз, например, и формируется диабетическая ретинопатия, которые сначала сопровождаются кровоизлияниями в сетчатку, потом видоизмененными расширенными сосудами. В конечном итоге развивается, может развиться пролиферация, то есть рост этих сосудов по сетчатке, снижается острота зрения. К сожалению, все это может осложниться либо отслойкой сетчатки слепотой, либо гемофтальмом, то есть достаточно серьезное осложнение. То есть один из органов, который должен бояться диабета, это глаза. Это глаза, да. Второй орган, который практически всегда поражается при сахарном диабете, это почки. Тоже связано это с тем, что нарушается проницаемость сосудистой стенки и формируется склероз ее. В результате этого скорость клубочковой фильтрации, то есть это основной показатель функции работы почек, он постепенно снижается. Развивается хроническая болезнь почек, и пациенты, которые живут с сахарным диабетом, им этот термин знаком. Да, безусловно, хроническая болезнь почек развивается, и при других болезнях, например, чисто урологических, например, либо нефрологических. Но при сахарном диабете это поражение почек, это тоже для сахарного диабета это орган-мишень. И это еще не все. Это не все. Это не все. Из-за того, что происходит неправильная фильтрация тех веществ, которые у нас должны быть выведены из организма, происходит потеря белка с мочой у больных с сахарным диабетом. У нас это называется термином протеинория. Но самое главное – это снижение скорости клубочковой фильтрации. Ввиду того, что этот процесс, раз начавшись, он неуклонно прогрессирует, в случае особенно, если у пациента высокий уровень глюкозы в крови постоянно, может развиться хроническая почечная недостаточность, которая может привести либо к программному диализу, либо к перитониальному диализу. То есть заместительная почечная терапия, которую пациент уже проводит до конца своей жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы наши пациенты до этого не доходили. И еще об одном осложнении, очень распространенном, хочется сказать, это синдром диабетической стопы. То есть поражаются при сахарном диабете и артерии нижних конечностей, как, собственно, и другие артерии тоже поражаются. И идет нарушение проводимости нервного импульса по нервам и верхних, и нижних конечностей. Хотя могут поражаться и черепно-мозговые травмы. Но в данном случае мы говорим о синдроме диабетической стопы. В результате первым, наверное, симптомом это появляется так называемая диабетическая полинеропатия, когда пациенты начинают предъявлять жалобы на чувство онемения, чувство зябкости, парастезии в нижних конечностях. Они отмечают очень часто судороги в голенях. Потом они начинают жаловаться на болевой синдром. То есть ноги болят настолько сильно, что они плохо спят по ночам. И в случае поражения глубокого и дальнейшего сосудистой стенки идет нарушение микроциркуляции в нижних конечностях. К сожалению, могут образовываться язвы на нижних конечностях. Может развиваться у наших пациентов нарушение плотности костной ткани, развивается остеопороз в стопах и формируется диабетическая стопа в полном уже, скажем так, объеме. То есть и поражение костной системы, и нарушение кровоснабжения с развитием язв, гангрен, флегмон и с выраженным болевым синдромом. Хотя сам по себе синдром диабетической стопы делится на нейропатическую, ишемическую форму, но это детали. Ну вот такое агрессивное заболевание, начиная от глаз сверху и заканчивая стопой, то есть достаточно серьезная на самом деле опасность для организма. А вот к сегодняшнему времени, возвращаясь к пандемии, насколько мне известно, в ковидных клиниках больные с диабетом составляют сейчас около 30% тех, кто вынужден был госпитализироваться. Вот чем опасен диабет именно при коронавирусе? Пациенты с сахарным диабетом в ковидных клиниках, по данным разных исследователей, и, наверное, все-таки по разным клиникам эти исследования проводились, проценты от общего числа госпитализированных, по некоторым данным 22%, по некоторым 30%, а другие исследователи называют цифру даже в 35%. То есть... Больше четверти получается от общего количества. Больше четверти. Смело можно говорить, что 25% и более. И чем опасно, вы спросили, да? Да. Почему именно они, чем ковид опасен для этих пациентов? В принципе, любое заболевание острое для пациентов с сахарным диабетом, оно всегда опасно. Ковид можно назвать острым инфекционным заболеванием. Тропность вируса к бета-клеткам поджелудочной железы, она достаточно велика. Это уже доказанный факт, и было показано, что коронавирус, для коронавируса, правильно сказать, мишенью является ингибитор ангитензин, превращающего фермента 2. Ничего не поняли. Ничего не поняли? Ну вот, попытаюсь объяснить более популярно. То есть, есть такой элемент в поджелудочной железе, на который может сесть коронавирус. То есть, он поражает целенаправленно поджелудочную железу. А правильно ли, если я скажу, что мишенью коронавируса является поджелудочная железа? Не совсем. Одно из мишеней. Одно из мишеней. Поэтому, ввиду того, что тропность, то есть поражаемость поджелудочной железы достаточно велика, у пациентов происходит полное нарушение регуляции углеводного обмена на фоне поражения коронавирусом. Мало того, даже в тех случаях, когда у пациентов не было диагностированного сахарного диабета, а был так называемый предиабет или нарушение уровня глюкозы натощак, в случае, если этот человек заражается коронавирусом, то практически стопроцентная вероятность того, что у него будет дебют сахарного диабета во время заболевания коронавирусом. В этом мы, вот я лично убеждаюсь, работая в ковид-госпитале. Поэтому мы задали вопрос, чем он страшен для больных с сахарным диабетом. Сахарный диабет – достаточно сложное заболевание. И, как я вначале сказала, что при нем возникает множество метаболических нарушений в организме. И наши пациенты, как правило, они имеют артериальную гипертензию, второй тип сахарного диабета имеет ожирение. У них очень часто и БАЭС, и ряд других заболеваний. И вот эта коморбидность, то есть когда у одного пациента много заболеваний, и всех их вынуждены врачи лечить, вот эта коморбидность на внедрение коронавируса в организм может ответить по-разному. И, к сожалению, заболевания коронавирусом у пациентов с сахарным диабетом протекают очень тяжело. У них мало того, что уровень гликемии, то есть уровень глюкозы крови выходит из-под контроля и требуется изменения сахароснижающей терапии у всех, у них очень высок риск развития острого респираторного синдрома. Отчего, собственно говоря, возникает полиорганная недостаточность и, к сожалению, летальные исходы в ковидных госпиталях. У наших пациентов очень высокий риск развития тромбоэмболии. То есть это тоже, к сожалению, увеличивает риск неблагоприятного исхода. И очень высокий риск инфицирования. Инфицирование, я имею в виду то, что, в общем-то, при коронавирусе пневмония она носит вирусный характер, но у пациентов с сахарным диабетом очень быстро на эту вирусную пневмонию, к этой вирусной пневмонии присоединяется бактериальная флора и развивается уже смешанная пневмония, бактериально-вирусная. Ее лечить, конечно, гораздо сложнее. Но вообще уже понимание есть все равно за то время, пока вы работаете с такими больными. Как лечить? В отношении того, как лечить сахарный диабет у больных, у которых диагностирован коронавирус, естественно, уже много очень наработок. Разработаны различные схемы введения этих пациентов. В отношении того, как лечить коронавирусную инфекцию у пациентов с сахарным диабетом, тоже существуют методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, где очень подробно расписано, как при той или иной степени тяжести заболевания мы должны ввести пациентов. И если вспомнить то время, как мы начинали их лечить, и как сейчас, то опыт в данном случае великое дело. Он нам помогает. – Галина Ивановна, буквально у нас полторы минутки осталось. Очень, наверное, важно проговорить, можно ли как-то обезопасить себя. Но если у тебя это заболевание не на генетическом уровне, тебе по наследству не передано, то что можно сделать для того, чтобы не попасть в группу риска? – Очень хороший вопрос. Генетическая предрасположенность, безусловно, для сахарного диабета существует в плане передачи по наследственной линии. Но даже если у человека есть наследственность, отягощенная по сахарному диабету, это не факт, что человек заболеет этим заболеванием. Почему? Для реализации наследственности, если говорить, например, о сахарном диабете второго типа, мы первый тип тут упускаем. Для реализации вот этой наследственности должны быть факторы. Факторы какие? Это нездоровое питание, то есть человек употребляет высококалорийную пищу, он имеет высокую массу тела, ожирение или просто избыточная масса тела, он мало двигается. То есть вот эти факторы, к сожалению, являются провоцирующими для возникновения дебюта сахарного диабета второго типа. В том же случае, если человек соблюдает нормы здорового образа жизни, то есть он имеет нормальную массу тела, он имеет нормальное артериальное давление, он имеет нормальную физическую нагрузку, то реализация этой наследственности не происходит. Спасибо большое. Надеюсь, что это все просто, понятно и легко, наверное, применить в своей жизни. Мы сегодня говорили про сахарный диабет. В студии была Галина Середина, заведующая эндокринологическим отделением больницы Середавина. Пусть ваша жизнь будет сладкой, без сахара в крови. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова